МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, друзья! С вами Эскендер Бариев. 9 августа весь мир отмечает Международный день коренных народов мира. Как он появился и для чего его нужно отмечать? Какова ситуация в Украине и что необходимо предпринять? Об этом поговорим в спецвыпуске блога Либерейт Крамея. Международный день коренных народов мира был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. 9 августа 1992 года состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам под комиссией по поощрению и защите прав человека. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет около 400 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. И хотя коренные народы составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты. Ведь они продолжают сталкиваться с множеством проблем, а их права нередко нарушаются. Для привлечения внимания широкой общественности и властей разных уровней к данным вопросам и для направления усилий в решении проблем коренных народов во всем мире и был учрежден данный праздник. В этот день принято проводить массовые культурные мероприятия, на которых представители коренных народов могут ознакомиться со своими культурой, обычаями и традициями. В Украине официально признанным коренным народом является крымско-татарский народ. Также на признание быть коренными народами претендуют караимы, крымчаки и урумы. В этот день хочу напомнить, что в статье 11 Конституции Украины отмечается наличие коренных народов и национальных меньшинств. В 2014 году постановлением Верховной Рады Украины крымско-татарский народ был признан коренным народом Украины, а Украина присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов. Согласно плану действий по реализации стратегии в области прав человека, Министерству культуры Украины было поручено подготовить проект закона о коренных народах Украины до 4 квартала 2016 года. Были созданы рабочие группы, но результата нет. Закон Украины о национальных меньшинствах морально устарел, а закон о коренных народах Украины отсутствует вообще. То есть отсутствует полностью государственная этнонациональная политика в Украине и требует срочного правового урегулирования. Хочу обратить внимание, что вопросы правового урегулирования этнонациональной политики для воюющей страны должен быть вопросом номер один в контексте национальной безопасности. Проводились слушания и круглый стол в профильном комитете Верховной Рады Украины в 2017, 2019 и 2020 годах, но нет никаких результатов за исключением популистских заявлений. Хочу напомнить, что законодательная инициатива принадлежит и президенту Украины, и народным депутатам, и кабинету министров Украины. Но при этом, хоть и проводятся слушания, а на самом деле нет даже зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов. Если не будет конкретного обсуждения проектов законов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины, не исключаю, что снова через год, в Международный день коренных народов мира, будем говорить о необходимости законов, но законы будут отсутствовать. Часто в выступлениях представителей исполнительной власти мы слышим только информацию о языковых проблемных вопросах. Но эта национальная политика Украины должна быть целостной, а проблема языка только ее составляющая. Для этого нужно предпринять следующие шаги. Первое. Зарегистрировать проект закона, направить его для экспертизы в экспертный механизм по правам коренных народов, который является консультативным органом Совета по правам человека ООН и имеет мандат ООН для проведения подобной экспертизы. Второе. Принять закон о коренных народах Украины с учетом стандартов Декларации ООН о правах коренных народов. Третье. Принять национальный план действий по защите прав коренных народов Украины в рамках адаптации общесистемного плана действий ООН в отношении коренных народов. А в День коренных народов 9 августа считаю желательными и полезными следующие мероприятия. Первое. Заявление президента Украины о защите государством прав коренных народов Украины о необходимости соблюдения государством-агрессором соответствующих стандартов ООН в Крыму. Второе. Указ президента Украины о памятной ежегодной дате в Украине 9 августа – День коренных народов мира. Третье. Поручение президента Украины компетентным органам о проведении ежегодных культурных и просветительских мероприятий. Посвященных истории и культуре коренных народов Украины, в том числе выпуск почтовых марок, монет и тому подобное. Четвертое. Поручение президента Украины, МИДа Украины относительно освещения под дипломатическим каналом позиции Украины по вопросам Дня коренных народов ООН, Декларации ООН о правах коренных народов и проблем коренных народов Украины, связанных с российской агрессией. Поздравляю с Международным днем коренных народов мира. Лучшим подарком для коренных народов будет принятый закон. Надеюсь, что до следующего дня коренных народов такой закон будет в Украине. Защитите коренные народы Украины, боритесь за Крым, боритесь за Украину. Чем больше людей будут знать правду о Крыме, тем больше шансов его освободить. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»